Привет, друзья! С вами Женяй, Огонь и группа Кёниг Диггерс. Сегодня мы оказались в городе Лоц, который находится в Польше, недалеко от Варшавы. Город Лоц находится в самом центре Польши. Он основан в середине 15 века. И в Лоце проживает около 700 тысяч человек. И этот город знаменит не только своими заброшками, заброшек у действительно очень и очень много, а также очень интересными подземными системами дренажа. И в сегодняшнем обзоре я вам покажу самые крутые подземелья города Лоц. Координаты подземных рек мы искали на сайте UrbanTrip, где пользователи сами добавляют интересные подземные и заброшенные объекты. На сайте UrbanTrip мы нашли только три подземные реки в этом городе, хотя, возможно, их намного больше. И первая река, куда мы заехали, это подземный коллектор реки Лодка. Блядь, это говно, по-моему. Где? Да не, по запаху показалось. Какая фина испугалась. Мы нашли устье реки Лодка и в него зашли. По информации, длина подземной части реки около 12 километров. Но нас встретил угрюмый современный тоннель. Пройдя метров 250, мы развернулись и пошли на выход. И, как оказалось, очень зря. Во-первых, самая красивая и интересная историческая часть начиналась через 300 метров. А во-вторых, если бы мы прошли еще дальше, то там встретили огромный тоннель, где-то 3 метра в диаметре. И это все исторических времен. 20-е годы 19 века. В Лодзе создаются суконные и ткацкие мануфактуры. Город известен как промышленный центр Польши. Крупнейшие заводы стояли на реке Ясень, которая имела высокое экономическое значение. В начале 20 века в Лодзе было 240 тысяч жителей. Город был одним из крупнейших в Европе. Но, несмотря на это, власти города не торопились со строительством систем водоснабжения и канализации. Тем не менее, в 1901 году местное сообщество смогло убедить власти разработать первоначальную концепцию канализации. За эту работу взялся сэр Вильям Линдлей. Сэр Вильям Хирлен Линдлей – английский гражданский инженер-строитель, разработавший водопроводные и канализационные сооружения более чем в 30 городах Европы. В частности, построил канализационную систему Праги и Самары. В 1909 году Линдлей предложил президенту водоснабжения города Лодз свой проект. Но он был настолько масштабным, что власти города испугались крупных затрат и завернули проект. Лишь только в 1919 году было принято решение наконец-таки начать строительство системы водоснабжения и канализации. Крайне важно было сделать проект в соответствии с качеством, которое бы устроила сэра Линдлея. Но сэр был уже покойным. Отделом занялся инженер Стефан Кражев, доцент Линдлея. Кражев предложил сделать ставку в первую очередь на канализацию. И 24 сентября 1924 года постановлением Городского Совета было принято решение начать строительство системы канализации. И на эти цели было выделено 5 миллионов злотых. До начала Второй мировой войны в Лодзе было построено более 105 километров каналов. Канализацией пользовалась треть жителей города. Ну что, теперь мы по координатам приехали к устью реки Ясень и будем искать вход вовнутрь. Интересный нюанс я заметил в городе Лодз. Тут на всех порталах, которые я видел, висят решетки на пружинах. И открывается изнутри, чтобы при сильном потоке не задерживался мусор. И в то же время, чтобы диггер не пролез. Ну, настоящий диггер здесь не пройдет. Польский. Но кальнерадские диггеры пролезают. А на самом деле коллекторная волна это очень опасно. И не дай бог находиться в реке, когда наверху пойдет дождь. Это верная смерть. Перед нами тяжелый выбор. Два портала. Правый выглядит солидно, а левый так себе. Разумеется, мы решили идти в портал правый. И как мы позже узнали, это был самый настоящий канализационный коллектор, которому более 100 лет. Прямо у входа нас встречает так называемый аварийный перелив. Давайте разберемся, как же он работает. В обычных условиях канализационные стоки идут в правый маленький тоннель, а левая часть абсолютно сухая. И нечистоты в реку Ясень не попадают. При сильных дождях канализация не справляется с потоком, и большая часть дождевой воды с нечистотами перетекают в левую часть, то есть непосредственно в саму реку Ясень. Гениально и просто. Интересна и структура самого туннеля. По центру идет лоток, где текут нечистоты, а по бокам так называемый людской ходок для обслуживающего персонала. Очень, кстати, удобный. Во время прогулки по тоннелю мы также встречаем местную фауну. По левневке мы уже прошли около 2 километров и идем дальше. К концу этому пути просто нет. Очень интересно, классно. Идем дальше. А сейчас мы подошли к разлетворению этой подземной реки. Над нами ходит трамвай для начала. Вот сейчас было слышно. Над нами ходит трамвай, но мы подошли сейчас на разлетворение подземной реки. Если пойти влево, то мы, конечно, вымахнем. Поэтому мы идем опять же прямо. Пойдемте. В большом количестве встречаются самые разные сбойки. На деле это выходы к люкам на поверхность. Очень рекомендую посмотреть мой обзор про подземелья Кенигсберга. Вышел очень интересный сюжет. Переходите по подсказке или в описании под роликом. На удивление, запаха тут неприятного совершенно нет. Довольно-таки, ну, как обычным болотом пахнет. Но вот тут протянутое оптоволокно. Кабельщики решили сэкономить на прокладке в отдельной канализации, поэтому кабель протянули тупо по подземной речке. И уж не знаю, насколько долго он тут продержится. Как выяснилось при подготовке материала, что оптоволокном соединены специальные датчики. И это не сигнализация. Приборы измеряют интенсивность потока. Это позволяет измерить мгновенный расход и уровень воды. Кроме того, в некоторой модели встроены газоанализаторы на такие газы, как сероводород и метан. И в режиме онлайн все значения передаются в диспетчерскую. Сам по себе коллектор довольно-таки однообразный. Две трети времени, что мы по нему шли, был приблизительно таким, с редкими поворотами. Ну что, Валерий, как тебе эта ливневка? Круто было, мне очень понравилось. Да, в Калининграде таких ливневок нет. Это уже, наверное, уровень Москвы, Питера, где там эти крутые ливневки. Ну что, идем дальше? Пойдем в следующий. Откровенно говоря, прогулка по однообразному коллектору нам надоела, хотя мы прошли уже довольно-таки долго. Мы развернулись и пошли на выход в поисках следующей реки. Но на самом деле мы очень дрянь не зашли во второй коллектор, который был слева. А это и была та самая река Ясень, которую закрыли в кирпич. Мои упорные коллеги-диггеры прогулялись по реке Ясень глубже. И вот их фотографии. А сейчас мы приехали в старый коллектор реки Королевки. Точно неизвестно, но предположительно на этом отрезке коллектора протекала река. На текущий момент сам речной коллектор размещен метрах в 100 выше. А этот кусок служит для аварийного сброса канализации в случае резкого повышения уровня говна в системе. Проходимая длина порядка 150 метров. А заканчивается она огромной камерой с выходом на смотровой мостик и к люку на поверхность. По одной из версий, на заре развития канализации в западных городах их жители не понимали, для чего нужно расходить огромные деньги на сложные земляные работы. И поэтому в проекты канализации первых лет были включены такие вот смотровые площадки. Куда горожане, джентльмены в цилиндрах и дамы в вечерних платьях с пышными прическами могли спуститься и наблюдать работу канализационной системы. Друзья, в описании под этим видео я вставил геометки всех точек входа в данные подземные системы. Имейте ввиду, что их посещение крайне опасно, но при этом очень интересно. Друзья, у меня есть аккаунт в самой запрещенной соцсети. Советую на него подписаться. Там всегда интересные локации в ленте и актуальные сториз. И прямая связь со мной через директ. Но, к сожалению, в данном коллекторе стоит самый явный запах канализации. А это мы подошли к шиберной задвижке. Ее задача – перекрыть поток жидкости в тоннеле, например, для технического обслуживания. Штурвал одет на ось привода шибера, который можно поднимать и опускать руками. Для удобства работы установлен даже противовес. Далее от балкончика идет людской ходок, или же коридор, который заканчивается лестницей на поверхности. К сожалению, этот люк находится в довольно палевном месте и годится только для аварийной выброски. А по задумке, именно отсюда должны были заходить джентльмены и милые дамы для осмотра подземелий. А следующее, что мы увидели, повергло нас в шок. Невероятно, но факт, что около лестницы выхода на поверхность мы увидели мемориальную табличку и барельеф сэра Линделя, отца европейской канализации. Да, барельеф и мемориальная табличка находятся в самой канализации. И вот, такой он подземный мир города Лоц, Польша. Если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. С вами был Женяй, Огонь и два Валерки, группа Кёниг Деггерс. До новых и крутых обзоров на самых интересных объектах. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова